В эфире новости Карелии. В студии Татьяна Лапина. Здравствуйте. О самых главных событиях расскажем прямо сейчас. Всего в городе Петрозаводске в этом году будет благоустроено 7 общественных территорий. Благоустройство общественных территорий по программе «Комфортная городская среда» подходит к концу. В столице Карелии идут репетиции концерта ко дню образования Китайской Народной Республики. В этих портретах мы видим особую плоскостность, декоративность, темный фон, который как будто бы вырывает человека из времени. В Музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка портретов русских купцов начала 18 века. В столице Карелии завершается ремонт моста через Неглинку на улице Антикайнина и дорожной работы на трассе Петрозавод-Суаярве в районе станции Падозера. На объектах побывала наша съемочная группа. Какие работы там сейчас ведет подрядчик, расскажем в нашем следующем сюжете. Путейский мост через Неглинку на улице Антикайнина в Петрозаводске – важная для города транспортная артерия. Через него лежит путь на Первомайский проспект. По этой дороге проходит маршрут общественного транспорта. Мост строили еще в 60-е. Последние годы он находился в аварийном состоянии. Ремонт переправы начался в ноябре прошлого года. Сейчас объект готов на 80%. Здесь работают 14 человек и 5 единиц строительной техники. На сегодняшний момент выполняется работа по устройству ливневой канализации номер один, номер два. Работы ведутся по устройству дорожной одежды, работы ведутся в графике в соответствии с внутренним графиком. И на две недели мы опережаем график, который выдан по контракту. Подрядчик обещает сдать объект 15 ноября. Но так как все основные работы уже сделаны, то власти планируют открыть движение по мосту в 20-х числах октября. Кипит работа и в пригородах Карельской столицы. Участок трассы Петрозаводск-Суаярви в районе станции Падозера тоже обновили. На этом участке новое асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки, бордюры и тротуары. В принципе, мы все успеваем. По работам у нас выполнено уже, я думаю, где-то порядка 90%. На данном этапе сейчас производится работа по благоустройству участка. Для работы на этом участке подрядчику пришлось провести полную замену грунта толщиной 5 метров. Сейчас движение по участку уже открыто. Окончательно сдать объект подрядчик планируют до конца октября. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, Служба новостей. Также на завершающей стадии благоустройство общественных территорий и дворов Петрозаводска, которое предусмотрено в этом году по программе «Комфортная городская среда». Сегодня качество выполненных работ оценили специалисты мэрии и Петросовета. На обновленных объектах побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Дарья Изофатова. Семейная аллея на Древлянке была заложена 7 лет назад с появлением новостроек. Так ее назвали, поскольку сотни семей приняли участие в посадке деревьев. Появился здесь и памятный камень, как символ благополучия местных жителей. Зеленую зону благоустроили благодаря победе в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Здесь появились мощеные дорожки и газон площадью почти 2000 квадратных метров. Будут тут и опоры наружного освещения, а рядом скамейки и урны. Работы подрядчик обещает выполнить до конца сентября. После этого на аллеи высадят десятки новых деревьев и кустарников. Всего в городе Петрозаводске в этом году будет благоустроено 7 общественных территорий. Как раз одна из них практически в стадии завершения. Осталась, наверное, неделя для того, чтобы закончить работу. И потом уже здесь будет высадка кустарников, деревьев лиственных. Будет красивая семейная аллея. Еще один преобразившийся объект на перевалке. Сквер в районе дома номер 6 по улице Крылова. Когда-то здесь был спортивный стадион, а после территорию фактически забросили. Несколько лет назад эта земля была переведена в муниципальную собственность, чтобы горожане смогли подать заявку на благоустройство участка. Продолжается благоустройство ранее заброшенной территории бывшего стадиона ПТУ номер 8 в рамках «Комфортная городская среда». В настоящее время уже смонтирована спортивная площадка, установлены тренажеры. А на прошлой неделе совместно с коллегами из Петросовета и депутата законодательного собрания Мариной Гуменниковой мы осуществляли здесь посадку деревьев. На спортивной площадке размером 30 на 15 метров уложили резиновое покрытие. Теперь здесь можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Вокруг обустроили пешеходные дорожки, установили уличные тренажеры. Официально площадку откроют в ближайшее время. Уже запланированы первые спортивные соревнования. Видим, что у жителей нашего города есть интерес к таким местам. То есть ощущаем даже некую нехватку в них. Поэтому надеемся, что эти места будут пользоваться популярностью для разных мероприятий, спортивных состязаний у жителей разного возраста нашего города. Современный спортивный комплекс сразу же стал местом притяжения для юных и взрослых жителей Перевалки. Тут просто нереальное место построили для детей от мала до велика абсолютно. Мы мимо теперь проходим, ребята играют, просто им здорово, они веселятся, классно. Дети приходят на площадки, и я вам скажу, не только дети, но и взрослые. Женщины, мужчины приходят, занимаются на тренажерах, им классно. Заниматься спортом также смогут и подопечные благотворительного фонда «Мама-дом», который расположен по соседствам. Мы здесь достаточно давно уже находимся, нам знакомая территория, достаточно долго. Это был заброшенный пустырь, что не радовало. А сейчас мы, можно сказать, теперь прямо имеем собственную площадку, где наши даже подопечные могут провести время, поиграть, заняться детьми, спортом. Всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» привели в порядок семь общественных территорий Петрозаводска. В их числе побережный парк и сквер машиностроителей в Октябрьском районе, аллеи энтузиастов на Куковке, Лассасинский парк в микрорайоне Галиковка и Ключеской сквер. Благоустраивают также более 50 дворовых территорий города. Дарья Изофатова, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Карельский экологический оператор направил первую партию стекла из желтых контейнеров на переработку в Санкт-Петербург. Ее вес составил более 18 тонн. Из этого стекла изготовят новую тару, посуду и стекловату. Все вторсырье из желтых контейнеров в Карелии мусоровозы доставляют на первую промышленную сортировочную линию. Ее открыли в этом году на улице Зайцево в Петрозаводске. Там сухие отходы – бумагу, картон, пластик, стекло, тетропак и металл – разделяют на фракции. Когда накапливается определенный объем, то готовую партию направляют партнерам-переработчикам для использования при выпуске новой продукции. Так, сортировка позволяет дать вторую жизнь отходам вместо отправки их на мусорные полигоны. По данным экологического оператора, сегодня 65% содержимого желтых контейнеров подходит для переработки. Это достаточно высокий показатель. Съездить из Петрозаводска в Петербург и вернуться обратно можно будет по одному билету. А жители Беломорска совсем скоро смогут оценить модельную библиотеку. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». В районе поселка Кутежма спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку. 86-летняя женщина отправилась за ягодами и грибами, после чего пропала. Медицинская помощь ей не понадобилась. В декабре между Петрозаводском и Санкт-Петербургом запустят кольцевой железнодорожный маршрут. По одному билету можно будет прокатиться из столицы Карелии в город Наневе и вернуться обратно. Остановка в Петербурге составит 1 час. 2 октября в Беломорске откроется новая современная библиотека. Гостей ждут новые залы, книги, комфортное пространство для чтения и общения и даже система виртуальной реальности. Министерство национальной политики предлагает блогерам отправиться в медиаобразовательный тур в Республику Коми. В проекте могут принимать участие люди от 18 до 35 лет, ведущие блоги или социальные сети на родных языках. С 23 по 24 сентября в поселке Хилюля Сартовальского района пройдут чемпионат и первенство Карелии по мотокроссу. В столице Карелии идет подготовка к концерту ко дню образования Китайской Народной Республики. В репетиции принимают участие студенты и преподаватели Петрозаводской консерватории, в том числе приехавшие из Китая жить и работать в наш регион. Подробнее расскажет наш корреспондент Любовь Цыганова. Идея организовать концерт на день образования Китая принадлежит преподавателю консерватории Анне Шалаевой. Она 7 лет жила и работала в Китайской Народной Республике. За это время познакомилась с культурой и традициями этой азиатской страны. В городе Дзиань, это считается красный город Китая, революционный. Именно там возникла на самом деле идея делать в России вот такие концерты, потому что день образования Китайской Народной Республики это исторически важный праздник для всей страны. В программе концерта прозвучит игра на фортепиано и кларнете. Песни на китайском языке в сопровождении карельского инструмента кантеля. Свой вокал для слушателей продемонстрирует и уроженец Китая Чэнь Джимин. В Петрозаводске он живет уже 8 лет. По словам Чэня, для него как певца большая радость представить карельскому зрителю национальную музыку своей родной страны. На праздники будут песни о любви, войне и природе. Также, по словам Анны Шалаевой, зрителя ждет сюрприз. Фотозона, которая будет установлена на входе, где каждый посетитель, зритель и слушатель нашего концерта будет иметь возможность сфотографироваться с китайскими фонариками, с нашими прекрасными китаянками, которые будут одеты в национальную китайскую одежду ЦПАО. Концерт состоится 2 октября в Петрозаводской государственной консерватории. Любовь Цыганова, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Мы продолжаем нашу серию репортажей о симпозиуме современного искусства на Соловках. На архипелаге высадился десант художников для того, чтобы написать картины под впечатлением от природы русского севера и величия монастыря. Если в прошлый раз мы говорили о живописи и вернисаже, то теперь расскажем о музыкальной стороне творческого марафона. Выступления, квартирники, рок-н-ролл и колокольные перезвоны. Подробности в нашем сюжете. За музыкальную составляющую симпозиума отвечали петербургский бард Михаил Башаков и исполнительница русских романсов родом из Кимии Ирина Скорик. Программа Ирины состояла как из классических русских романсов, так и из произведений собственного авторства. Для Ирины Соловки это не просто концертная площадка, а нечто большее, ведь она выросла на берегах Белого моря. Программа у меня называется по моему последнему аудиодиску – это «Родные берега». В этот диск и в эту программу входит, конечно же, песня о родине. Это песня моего собственного авторского сочинения. Это песня, конечно, о городе Кимии. Кстати, в этом диске есть песня «Ночной Петрозаводск», которую написал где-то в 16 лет. Несмотря на плотный гастрольный график по городам России, исполнительница планирует выступить в Карелии. Ведь именно с ней у Ирины связаны самые теплые воспоминания. У меня здесь не было 12 лет, и когда я ступила на эту землю, у меня аж сердце забилось, потому что, ну, все вспомнилось. И родители, и детство, и это брусник, и там морожка. И люди вроде бы с виду неприветливые, а сердце у них очень доброе, горячее. Музыкальную эстафету от Ирины перенял лидер группы «Башаков Бэнд», гитарист и исполнитель Михаил Башаков. В обеденном зале «Соловки отеля» в камерной атмосфере квартирника прозвучали такие хиты, как «Самбадия», знаменитая «Элис» и многие другие. Позднее рок-н-ролльные рифы сменились колокольным перезвоном. На Соловках прошел фестиваль «Колокольные звоны над Белым морем». Праздник колокольного искусства подарили фестивалю участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Каргополя, Великого Новгорода, Петрозаводска, Ладейного поля, Ярославля, а также Троица Сергиевой лавры. Алексей Неживенок, Александр Борисов, Соловецкие острова. Портреты русских купцов начала XVIII века представили на выставке в Музее изобразительных искусств Карелии. Экспозиция насчитывает 38 живописных полотен из собрания Государственного исторического музея. С работами как известных, так и анонимных художников познакомился Егор Буяло. Купеческий портрет – особый жанр живописи. Глядя на запечатленные художниками образы знатных людей, эти картины можно принять за самолюбование. И в этом есть доля правды. Купцы заказывали картины для увековечивания себя, для собственных галерей. Однако у купеческого портрета как жанра есть еще одно значение – связь с истоками. Особенно это просматривается в работах начала XVIII века. Они представлены в первых трех залах выставки. Многие купцы стремились показать свою связь именно с прошлым, со своими предками. И поэтому на этих портретах мы видим особую плоскостность, декоративность, темный фон, который как будто бы вырывает человека из времени и пространства и запечатлевает его для вечности. То, в чем действительно можно увидеть параллели и с иконой, и с первыми портретами до Петровской эпохи, с Парсуной. Но уже в середине XIX века жанр начинает терять эту особенность. На рубеже столетий купеческий портрет становится просто портретом купца. Эти работы представлены в последнем зале выставки наряду с портретом Петра Ивановича Щукина, коллекционера, который в 1905 году оформил дарственную историческому музею на свою коллекцию из более чем 300 тысяч предметов. Позже Щукин стал попечителем одного из филиалов музея и сохранил этот статус до конца жизни. На вернисаже директор Карельского музея ИЗО Варвара Лебедева поблагодарила авторов выставки и руководство Государственного исторического музея за организацию экспозиции, поддержку и сотрудничество. На выставке не присутствуют портреты из Олоньской губернии, потому что в 1938 году гимом они были вывезены из Карелии. Но мы надеемся, что в перспективе мы сможем сотрудничать с гимом. Это такой наш первый опыт с историческим музеем. И у нас, может быть, возникнут какие-то идеи в последствии других выставок. Варвара Лебедева также рассказала, что в рамках выставки в музее могут пройти исторические лектории региональных краеведов. Сама экспозиция будет работать до 3 декабря. Егор Буял, Алексей Миронов, Служба новостей. На сегодня это все новости, о которых мы успели вам рассказать. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова